Друзья, только мы с вами проговорили о закрытии профсоюза журналистов и писателей, как журналиста Евгения Киселева объявили в розыск в России. А я хорошо помню те времена, когда он блистал на нашем первом канале, когда он был фигурой и уважаемой фигурой, потом он стал директором НТВ. Так вот, его как бывшего директора НТВ в последние годы работающего на украинском телевидении объявили в розыск в России. В начале апреля российские власти внесли его в реестр иностранных агентов, мотивируя это связями с Украиной. С чем связано уголовное дело, по которому Киселев объявлен в розыск, пока неизвестно. С тем, что он работает на украинском телевидении, друзья, ну так уже сколько лет? А почему сейчас он в розыск? Какой розыск, если он работает на украинском телевидении и каждый день вещает? Вот это какая-то странная такая цирковая модель розыска людей. Карточка Евгения Киселева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России. Из нее можно понять только, что розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно возбуждено, не уточняется. Киселев в разговоре с корреспондентом BBC в Украине сказал, что не понимает, с чем связано возбуждение уголовного дела. Он предположил, что основанием могло стать расследование, начато еще в 2016 году. По его словам, он сам уже не помнит, в чем была суть этого дела. Ну, конечно, друзья, прошло 8 лет. Журналист при этом не исключил, что против него могли возбудить и новое дело, о котором ему пока ничего не известно. А в 2016 году Киселев сообщал, что на него завели дело о публичных призывах к терроризму из-за его высказываний об украинской военнослужащей Надежде Савченко. «Я ничего не собираюсь делать. Я их всех посылаю курсам русского корабля», – добавил Киселев в разговоре с BBC. Минюст России в апреле, еще 5 апреля, внес журналиста в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это новый реестр, отдельный от списка СМИ, выполняющих функции иностранного агента, которые российские власти интенсивно наполняли с весны прошлого года. Новый реестр был открыт с фамилией Киселев и еще одного журналиста – Матвея Гонопольского. Матвей Гонопольский также работает в Украине. В качестве источников финансирования обоих была указана Украина. Естественно, Украина. Они там работают, они получают деньги. Конечно, источник финансирования Украина, где работают, там и получают деньги. А причиной включения в реестр названо осуществление политической деятельности. Телеведущий с 2008 года работает в Украине. Сейчас он ведет программу «Реальная политика» с Евгением Киселевым. На телеканале «Украина-24» в прошлом политический обозреватель и медиа-менеджер крупнейших российских телеканалов. Он был директором НТВ до прихода новой команды «Лояльный Кремлю». В феврале 2022 года Киселев вошел в антивоенный комитет. В него, в частности, входят Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Владимир Карамурза, Виктор Шандерович. И все они были объявлены иностранными агентами в России после начала военной спецоперации. Еще один участник антивоенного комитета, историк Юрий Пивоваров, был объявлен в розыск и заочно арестован судом в Москве на прошлой неделе. Суд в Москве заочно арестовал научного руководителя Института научной информации по общественным наукам и НИОР Российской академии Юрия Пивоварова. Фабула дела напоминает историю ректора Шанинки. Возбуждено оно было еще пять лет назад. Пивоваров лечился за границей. В феврале историк присоединился к числу противников войны против Украины. Следственный комитет России потребовал заочного ареста Пивоварова по делу о растрате. Но если была растрата, почему сейчас, через пять лет, это возбуждается дело, а не когда растрата была? Или тогда можно было быть растратчиком, а теперь нельзя? Тогда, если ты за советскую власть, тебе можно быть растратчиком. Если ты против, то нельзя. Заведут уголовное дело и заочно арестуют. Следственный комитет России потребовал заочного ареста Пивоварова по делу о растрате. Так сообщила во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы, в который поступили материалы дела. Расследуется дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Поэтому 72-летний Пивоваров, советский российский политолог и историк, академик РАН с 2006 года, доктор политических наук, профессор МГИМО, заочно арестован. Область научных интересов его – история, политическая наука, правоведение. Но на сайте «Юнион» Пивоваров по-прежнему указан как научный руководитель института. Ну и на этом фоне, друзья, я вам хочу сказать, что сейчас всех научных руководителей, директоров крупных научных предприятий начали увольнять. Это тенденция. Это не разовая акция. Неважно, виновен или невиновен. Начали увольнять всех с высоких постов. Ректора РАНГ и ГС Владимира Мау отправили под домашний арест по обвинению в хищении. Видите, у Пивоварова хищение у ректора РАКСа, это бывший РАКС мой, где я когда-то училась, тоже оказались хищением. И у ректора Мау на этой неделе прошли обыски, а сам он был задержан для допроса. Ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств ВУЗа. В четверг Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Обыск у ректора Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации прошел в 6 часов утра во вторник, 28 июня. После обыска Мау задержали и доставили на допрос. В Академии Госслужбы обсуждают и возможное задержание еще трех проректоров, близких к Мау. Задержание Владимира Мау подтвердили в МВД. Ректор Государственной службы Академии при президенте стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, по которому проходит и экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Так сообщила пресс-служба управления МВД России по Москве. Как уточнили в Тверском суде Москвы, Мау предъявлено обвинение по статье 159.4 УК РФ Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в крупном размере. Эта статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. Следствие попросило назначить Мау домашний арест до 7 августа. Суд это ходатайство удовлетворил. Как передавал корреспондент Рия новости из суда, адвокат Мау заявил, что ректор Ранг ИГС обвиняют в хищении на сумму 21 миллион рублей, и он готов внести залог в размере этой суммы. Также адвокат уточнил, что Мау вменяет фиктивное трудоустройство фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в Министерстве просвещения. Сам Мау не отвечал на звонки, когда ему звонили корреспонденты, чтобы что-то узнать, а преподаватели вуза сообщали, что о допросе и обыске им ничего не известно. Но это возбудило тревожную атмосферу в Академии. Конечно, друзья, это не просто событие, это нонсенс, когда Академия при президенте и возглавляет ректор ее, вдруг оказывается арестованным и обвиняется в мошенничестве и хищениях. Это, друзья, совершенно недопустимо, что касается самой Академии и тех, кто выпускается из Академии, это государственники и хозяйственники, которые потом распределяются в регионы на посты губернаторов и на посты министерств. На сайте Российской Академии утром в четверг была опубликована новость о том, что Мау принял участие в награждении победителей Олимпиады. «Я профессионал» вместе с первым замглавой администрации президента Сергеем Кириенко, гендиректором ОНО «Россия. Страна возможностей» Алексеем Комиссаровым и другими. Вот странно, да? Там арестовали, а здесь он, оказывается, кого-то награждал. При этом награждение состоялось двумя днями ранее, оказывается, 28 июня. Зачем же такое вранье, друзья? В сюжетах телеканалов НТВ, РЕН-ТВ с награждениями появляются Кириенко и другие чиновники. Но Мау на этих кадрах нет. Зачем опять это вранье? А затем появляется новость о том, что Мау избрали в совет директоров «Газпрома» на общем собрании акционеров компании. С одной стороны, арестовали, посадили под домашний арест, обвиняют в мошенничестве. С другой стороны, избрали в совет директоров «Газпрома». Но, как говорят, все это завязано на ректора Шаненке Сергеем Зуевым. Оказывается, здесь, друзья, все это время ректор пытался разрулить ситуацию. Мау с кем-то торговался, пытался биться. И, как мы видим, не очень удачно все это у него получилось. И в результате он сам оказался под следствием. Мау вокруг его сторонники и те, кто его знает, описывают как человек, который всегда лояльно действовал в отношении власти. И имел огромное количество связей, которые его защищали. Его никак не назовешь оппозиционером. Так говорят люди о нем. Но, однако же, когда нужно стало убрать, то ему приписали. Не просто оппозицию, ему мошенничество и хищение приписали. А это уже совершенно другие вещи. Но вот одно событие произошло, друзья. Возможно, оно как раз и повлияло на увольнение и на домашний арест Мау. Должность у него, друзья, просто очень высокая для того, чтобы его так запросто взять и арестовать. Дело в том, что после начала войны на Украине на сайте Российского Союза ректоров появилось коллективное письмо в поддержку российской агрессии. Однако Мау это письмо не подписал. Вместо него в списке значился проректор Максим Назаров. Подпись Мау под этим обращением появилась спустя неделю после того, как СМИ обратились в пресс-службу ВУЗа. Так что, друзья, начались расследовательские дела против Шаненки и РАКСа, то есть Академии Госслужбы при президенте. Вот такая ситуация, что они, вероятно, подозреваются в нелояльности спецоперации. Хотя вслух об этом они никогда не говорили. Я Антоня Карацуба, Сиитбурхан.